Здравствуйте, мои дорогие коллеги-садоводы! Сегодня хочу вам рассказать о таком замечательном растении. Вот я бы вот так и назвала. Диво-дивное, чудо-чудное. Я хочу с вами сегодня поговорить о закладке фруктового сада. Причем не оба какого сада, а очень и очень специфичного, очень интересного. Сегодня у нас тема о таком замечательном фруктовом растении, которое называется дерево-сад. Если вы с таким знакомы, то замечательно. Если оно у вас растет, то просто великолепно. Ну, а для тех, кто еще не знает, давайте поделюсь информацией. Зачастую стандартные участки наши 6 соток, 12 соток. А если уж вы оказались, по счастью, владельцем 15, 18, 30 соток и больше, действительно тогда разгуляться есть где. Но у многих садовые участки именно как раз имеют небольшие размеры. А ведь как хочется насладиться и свежими овощами, и фруктами, и ягодками. И хочется очень цветы посадить. И обязательно, чтобы домику было где разгуляться, место для отдыха, какие-то там еще дополнительные элементы декора и парковку. Ну, как же все это уместить? А фруктовый сад очень хочется. Ну, вот давайте посчитаем. Расстояние между фруктовыми деревьями в среднем от 1,5 до 4 метров в зависимости от сорта. И, собственно говоря, от размаха кроны. И если посадить нам хочется и вишни, и сливы, и черешни, и яблони, и груши, абрикосы, и персики, да еще при этом хочется иметь несколько сортов, конечно, возникает проблема. Где же взять столько земли? Кстати, мы задумываемся не о том, как мы будем ухаживать за таким большим садом, а всегда смотрим на то, где бы нам с вами взять столько земли. Так вот, очень хорошее решение этой проблемы как раз-таки дерево-сад. Его еще называют семейным деревом, что тоже очень приятно и для уха, и вообще-то семейное дерево, а еще называют многосортовое. Для небольшого сада это как раз возможность на маленькой площади собрать урожай различных сортов плодовых культур. Какие же достоинства у дерева-сада? Конечно, первое, идеально подходит для создания небольших садов, так как дают возможность на маленькой площади собирать урожай разных сортов одной плодовой культуры. Достаточно одного дерева, чтобы получить плоды и летнего, и осеннего, и даже зимнего срока созревания. Кроме того, такие растения позволяют получить стабильный урожай. Ну, к примеру, если какие-то из сортов, привитых на многосортовом дереве, в силу периодичности своего плодоношения отдыхают, то все питание идет на другие сорта, тем самым заметно повышается размер и качество плодов, и вы всегда будете с урожаем. Потом еще, какой огромный плюс, что высокий урожай за счет того, что формируются наилучшие условия, когда вот идет перекрестное опыление. Соответственно, урожай увеличивается, урожайность растений увеличивается. Если вы хотите иметь на своем участке такое замечательное дерево-сад, то, конечно, обращайтесь. Мы решим эту проблему, потому что в наличии у нас сейчас есть дерево-сад, яблоня, груша, вишня и слива. В среднем прививаются от двух, даже до 15 сортов, но мы с таким размахом еще не общались, поэтому на наших растениях дерево-сад привито по 2-3 сорта. Вы можете к нам обращаться. Сейчас покажем вам то, что у нас есть, какие растения, у нас есть ценовую политику. Конечно же, почве такое растение не отправишь, потому что высота растения, метр восемьдесят, два метра, вот такие замечательные действительно уже дерево-сад. Но вы можете приобрести их непосредственно в городе Тула, в наших садовых центрах, в городе Олексин, в городе Калуга и Воронеж. Мы сможем туда передать с транспортом и для вас сделать такую изюмину для вашего сада. Так что обращайтесь. Все контакты наших представителей на нашем сайте, на сайте франчайзинговой сети садовых центров Северин. Будем рады помочь ваш сад сделать богатым, красивым, здоровьевым и всего самого-самого наилучшего. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова